Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях Чувашии прямо сейчас. На утро 13 апреля в Чувашии 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под наблюдением находится 862 человека. Шесть анализов подтвердились в субботу. Двое из них контактные, четверо приезжие. Они были госпитализированы до подтверждения Нижегородской лаборатории. В воскресенье новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 11 пациентов. В обсерваторе по-прежнему находится 42 человека. Как вы правильно отметили, Олег Алексеевич, мы сейчас находимся в сценарии развития событий и сценарии роста. Заболеваемости. Идут все новые случаи. В основном прирост заболевших дали нам из одного из очагов лечебного учреждения нашего, из второй городской больницы. И вот пока мы, значит, все эти крупные очаги, так уж скажу, грубо не выгребем и не обследуем, то есть этот прирост будет сохраняться. Четыре пациента, которые, значит, перешли из состояния, значит, то есть средней тяжести, которая имеет свою клинику, которая требует дополнительно подачи кислорода. И один пациент, это возраст 71 года, перешел на инвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Информация на порталах обновляется ежемесячно. Здесь доступным языком расписано, куда уходят бюджетные средства, откуда они поступают, какие доходы, какие расходы. Рассмотреть вот эту ситуацию с выходными и, может быть, отреагировать в виде вашего отношения, может быть, предписание в адрес нашей митрополии с тем, чтобы они соблюдали все необходимые меры безопасности. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, оно практически на выходе. И второе постановление будет по церкви. Будем предлагать в закрытом режиме проводить службу. В Чувашии продолжают помогать тем, кто в силу обстоятельств не могут выйти из дома. В Чувашии, как и в других регионах страны, выдают продуктовые наборы школьникам, которым положено бесплатное питание. Получить продукты можно в школах, но некоторым родителям трудно отлучиться из дома во время карантина. Особенно это касается многодетных семей. В Чебоксарах на помощь им пришли депутаты, члены партии «Единая Россия». Чтобы поддержать семью в доме, чтобы они чувствовали, что жизнь идет, все хорошо. Несмотря на трудные времена, мы обязательно преодолеем это. Добрый день. В этой семье папа один воспитывает четверых детей, двое из них школьники. Им и принесли положенные продукты на неделю и гостинцы, которые волонтеры добавили от себя. В другое время исполняющая обязанности секретаря регионального отделения «Единой России» Алена Аршинова с удовольствием бы зашла в гости и познакомилась с ребятишками. Но сейчас нельзя. В Чувашии объявлен режим повышенной готовности. Да и торопиться приходится в волонтерском списке 40 адресов. Мы выяснили, что вы свой продуктовый набор не забрали. Поэтому мы бы хотели вам его передать. Поэтому если что-то нужно, пожалуйста, сообщайте. Самое главное сейчас, чтобы необходимая помощь дошла до адресатов. Волонтерское движение с каждым днем становится все активнее. Депутатам хорошо известно, кто из избирателей нуждается в поддержке. Мы сейчас делаем все возможное. Кто что может из наших депутатов, все что-то делают. Кто-то отвозит врачей, кто-то, например, привозит в волонтерский центр антисептики, кто-то, например, школьникам, льготникам доставляет продуктовые наборы. То есть здесь только человеческая помощь сейчас очень сильно важна. Поэтому наша задача, чтобы процесс жизнеобеспечения не прекращался. Чуваши занимает первое место в России по открытости бюджетных данных. Как расходуются средства республики и куда они направляются, доступ к этой информации не ограничивается. Сервисы с актуальными данными есть на сайте Министерства финансов Чуваши и на портале управления общественными финансами. Информация на порталах обновляется ежемесячно. Здесь доступным языком расписано, куда уходят бюджетные средства, откуда они поступают, какие доходы, какие расходы. В бюджете для граждан есть расшифровка расходования денежных средств по каждой госпрограмме, в том числе по всем межбюджетным трансфертам, расшифровка тех доходов, которые к нам поступают в разрезе, всех налогов основных. То есть любая информация, которая интересует, можно ее там увидеть. Ну и соответственно у нас есть форум свой, где любой гражданин может задать вопрос по этому поводу, соответственно по телефону позвонить, по электронной почте. То есть средства связи у нас ничем не ограничены. Мы всегда готовы пояснить, в принципе, ту информацию, которая может быть интересна населению. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 13.00. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова